Сегодня Динамо Шинник, фармкоманда системы главного хоккейного клуба страны Динамо Минск и лучшее место для развития молодых игроков. В предстоящем сезоне ребятам предстоит сыграть в дивизионе Серебряной западной конференции МХЛ. Хорошо поработали, два месяца были плодотворные тренировки, подваль, да, зал. В принципе, готовимся, еще неделька есть и стартуем в чемпионат. Надеемся, что на первый матч придет хорошее количество болельщиков, как и всегда. И будем вместе с ними биться ради победы. Сольда в пресс-центр. Более конкретные темы итогов межсезонья и готовности команды к дебютным играм журналисты смогли обсудить вместе с генеральным менеджером и главным тренером команды. В частности, представители медиа интересовали результаты товарищеских игр и процесс подготовки. Провели мы 9 матчей. Да, хорошие соперники были, поэтому посмотрели ребят, всех, кого мы хотели видеть в команде, мы их посмотрели. Посмотрели, в каком они состоянии находятся. Хотя, конечно, хочется всегда выигрывать, но получалось так, что мы и проигрывали в таких матчах, которые мы не должны были. В этом межсезонье шинники провели достойную трансферную кампанию. Из 28 игроков 17 остались с прошлого сезона, 11 – новички. Средний возраст команды – около 18 лет. Опыт старожил молодежки сочетается с приобретенными качествами. Кроме того, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения. Трансферная кампания, как таковая, она у нас не заканчивается на протяжении всего сезона, потому что ребята в разной форме, плюс болезни. У нас очень долгие переезды, то есть календарь так составлен, что у нас будет даже больше, чем в прошлом году, выездов. Поэтому, учитывая то, что еще ребята у нас привлекаются постоянно либо в юниорскую, либо в молодежную сборную, иногда в национальную, то есть как мы это по прошлым сезонам знаем, поэтому будут люди. Первая игра пройдет уже 4 сентября. В соперниках – Академия СК «Юниор». Как и в последующих двух турах, встреча будет домашней. Руководство верит, заряд родных трибун поможет хоккеистам вобрать необходимый настрой и проявить себя в сезоне. Цель и задача одна – пробиться в плей-ин чемпионата. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.